Доброе утро, дорогие телезрители! Здесь нам остается только настраиваться на работу и заряжать себя чем-нибудь позитивным. Наша программа, я думаю, неплохой способ выбраться из рутины и хотя бы полчаса посвятить чему-то интересному. Итак, дорогие телезрители, сегодняшняя программа начнется с рубрики «Разминка». Прямо сейчас комплекс упражнений для того, чтобы этот день был по-настоящему бодрым. Зарядка приводит наш организм в тонус и заряжает энергией на весь день. Это значит, что вы будете чувствовать себя прекрасно, иметь хорошее настроение в течение всего дня. Кроме того, постоянно выполнять утреннюю зарядку поможет сохранить и улучшить здоровый организм. Итак, первое упражнение. Круговые движения головой. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Руки перед собой. Делаем махи руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили упражнение. Ставим ноги чуть шире плеч. Делаем круговые движения тазобедренным суставом. В правую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили упражнение. Ставим ноги опять чуть шире плеч и делаем наклоны вперед. К левой ноге и к правой. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Закончили упражнение. Ну и как полагается, каждый день мы делаем пять приседаний. Раз, два, три, четыре, пять. Закончили упражнение. Я желаю всем бодрого и отличного дня. До свидания. Сегодня 10 июня. И рубрика «Этот день» с удовольствием расскажет, что интересного происходило 10 июня в различные года, а также расскажет о том, кто сегодня празднует именины. Доброе утро, друзья. Сегодня 10 июня. И в этот день, в 1936 году, в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». А в 1943 году в США запатентована «Шариковая ручка», которая поступила в массовое производство. В 1929 году, в этот день, родилась Людмила Зыкина. А именина сегодня у Василия, Дмитрия, Елены, Захара, Игнатия, Макара, Ираклия, Никиты, Николая, Павла и Петра. Не забудьте поздравить своих родных и близких. 10 июня подарил нам одну из самых востребованных вещей. Обыкновенная «Шариковая ручка» 10 июня была запатентована в США. И, кстати, именно в этот день она и поступила в производство. В следующем сюжете мы расскажем больше об этом дне. 10 июня 1943 года, 72 года назад, в США запатентована «Шариковая ручка», которая поступила в массовое производство. «Шариковые ручки Биро Биг». Изобретение принципа работы «Шариковой ручки» официально датируется концом XIX века. А изобретение в 1938 году, похоже на современную «Шариковую ручку», принадлежит венгерскому журналисту Ласло Биро. Ему приходилось много писать обычным пером, которое требовало чернильницы и оставляло кляксы. Поэтому ему и пришла идея создать ручку без хлопот. Изобретение оказалось многообещающим в денежном плане. Почти сразу патент на производство «Шариковых ручек» выкупил BBC Великобритании для своих пилотов. Им было крайне неудобно возиться с перевыми ручками в воздухе. В 1958 году француз Амарсель Биг доработал «Шариковую ручку» и получил самую дешевую в производстве модель под названием «Биг». Она положила начало созданию компании «Биг Корпорейтинг», которая контролирует сегодня одну треть рынка продаж «Шариковых ручек». Наверняка каждый из нас знает, для чего нужны фильтры для воды, для того, чтобы вода наша была чище. Но у фильтров для воды есть множество других интересных свойств. И мы решили раскрыть в полной мере, для чего же все-таки нам необходимы фильтры для воды. В городах при водозаборе производится очистка и обеззараживание воды путем ее хлорирования или озонирования, а также фильтрации. Хлорирование – это самый простой, дешевый и эффективный способ обеззараживания, хотя и имеет побочные действия. Таким образом, на выходе из фильтров водозабора получается относительно безопасная вода, правда, с высоким содержанием соединения хлора. Эту проблему можно было бы решить отстаиванием воды. Хлор летуч и по прошествии времени выветривается. Но не все так просто, поскольку, дойдя до конечного потребителя, вода снова загрязняется. На этот раз уже в системе общего водоснабжения. В крупных городах водопроводы спроектированы и эксплуатируются давно, зачастую без подобающего ремонта и усовершенствования. Вот и встает перед нами вопрос, как перед потребителями. Как получить безопасную питьевую воду? Ведь то, что льется из крана, далеко не всегда представляет собой прозрачную жидкость без цвета и запаха. А кроме того, хотелось бы напомнить, что в воде, текущей из нашего крана, могут содержаться и невидимые невооруженным глазом вредные химические элементы, микроорганизмы, бактерии. Вот в этом месте и рождается ответ – нужен фильтр для очистки воды. Мыльные пузыри уже давно перестали быть чисто детской забавой. Сейчас на различных мероприятиях устраивают целые шоу из мыльных пузырей. Они настолько большие, что туда можно поместить человека. В следующем сюжете мы расскажем о мыльных пузырях много интересного. Мыльный пузырь – разноцветные пузыри, выдуваемые из мыльного раствора с помощью соломинки или специальных приспособлений. Тончайшая стенка мыльных пузырей вызывает эффект интерференции света, благодаря чему пузыри переливаются всеми цветами радуги, особенно на ярком свету. Форма мыльных пузырей почти сферическая за счет действий сил поверхностного натяжения. Пускание мыльных пузырей – старинная детская забава. Однако их красота привлекает также и взрослых, что позволило открыть многие физические и математические закономерности. Пузыри обычно очень недолговечны, но были разработаны специальные растворы и способы создания долгоживущих огромных пузырей. В настоящее время мыльные пузыри, а точнее жидкость для мыльных пузырей, считается самой популярной и продаваемой игрушкой для детей. Но кто же первый изобрел мыльные пузыри? Известно, что мыло было изобретено более 5000 лет назад. А вот кто первый изобрел, не может знать никто. Есть несколько версий. Кто-то говорит, что мыло изобрели римляне. Древние племена перед проведением своих обрядов племенных танцев обмазывали себя жиром, а во время языческих церемоний часто обсыпали себя пеплом. И скорее всего заметили, что когда они были намазаны жиром и присыпаны сверху пеплом, начинался дождик. Их грязные волосы чудесным образом становились мягкими и блестящими. У художников 17 века на полотнах мы можем наблюдать детей, которые выдували из трубочки прозрачные мыльные шары. Но никакого специального раствора, конечно же, не было. Чаще всего мыльные пузыри создавались из воды, которая часто оставалась после того, как проходила стирка одежды. В 18 веке известная компания по производству мыла использовала в своей рекламе картину известного художника, на котором изображен мальчик, выдувающий мыльные пузыри. Популярность мыльных пузырей сильно возросла. Вообще, во все времена мыльные пузыри олицетворяли человеческую жизнь, показывая, насколько она прекрасна, но скоротечна. Большую популярность мыльным пузырям принесли хиппи. Для детей цветов мыльные пузыри стали символом мира и добра. Лето – прекрасное время года, когда мы можем восполнить весь недостаток витаминов в организме и, конечно, получая их из свежих овощей и фруктов. В следующем сюжете мы расскажем о полезных свойствах груши. Посмотрите и, конечно, купите себе килограмм ароматных груш. Груша отличается своей питательностью, что в композиции с достаточно небольшой калорийностью делает ее одним из наиболее желанных и полезных фруктов. В груши содержатся следующие витамины А, С, К, В и такие полезные вещества и микроэлементы, как фолиевая кислота, пектин, сера, калий, фосфор, цинк, железо, медь, кабальт, а также содержат клетчатку и дубильные вещества. Хоть по вкусу груши и слаще яблока, сахара она содержит существенно меньше и не вызывает повышения аппетита, как это делает яблоко. Также, как фруктозы в грушах содержатся намного больше, чем глюкозы, то она положительно влияет на работу поджелудочной железы, потому что для того, чтобы усвоить фруктозу, в организме не обязательно содержание инсулина. Именно благодаря этому качеству кисло-сладкие груши разрешено вводить в свой рацион людям, страдающим ожирением и сахарным диабетом. Груша укрепляет иммунитет и поддерживает защитные реакции организма, борется с инфекциями, снимает воспаление и даже помогает при депрессии. Это полезные свойства присутствуют в ней за счет содержания эфирных масел. Груша благородно влияет на пищеварение и на обмен веществ из-за органических кислот, входящих в их состав. Также груша положительно влияет на работу почек и печени. Для того, чтобы сердечная мышца хорошо и правильно работала, нам нужен калий, который в большинстве количества содержится в грушах. Также он полезен для регенерации клеток. Съев 100 грамм груш, вы обеспечите организм суточной нормой кубальта, который полезен для щитовидной железы. Помогает почкам, выделяет лишнюю воду, участвует в образовании гемоглобина и усвоении железа. Каждый ребенок знает, что даже если мама с ним зашла в аптеку, то даже в аптеке можно найти что-нибудь вкусненькое. Например, гематоген. Одно из любимых лакомств мужа приносит пользу. О гематогене в следующем сюжете. Гематоген – это очень вкусный лекарственный препарат, который был изобретен в 1890 году. В этот год, в 19 веке, светилы медицины того времени установили, что одним из самых важных составляющих компонентов нашей крови является железо. Именно железо является тем компонентом крови, которое обеспечивает необходимый кислородный обмен в нашем организме. Первыми, кто начал производить гематоген, были швейцарцы. Но только он не имел привычного нам вида и изготавливался в виде микстуры. А в России эту полезную сладость выпустили уже в виде плитки в 1917 году. В основу этого профилактического лекарственного препарата заложена дефибрированная сухая бычья кровь, которая к тому же еще и прошла специальную стерилизацию. Но сегодня современный состав гематогена могут в значительной степени отличаться. Здесь все зависит от производителя. Есть изготовители, которые производят гематоген из такого привычного нам сгущенного молока. Плюс туда добавляют очищенный гемоглобин. А для улучшения его вкуса в состав могут вносить аскорбиновую кислоту либо мед. Внешне сейчас гемоглобин очень похож по своей форме на небольшую плиточку шоколада, которая обладает весьма своеобразным вкусом. Такая форма придается этому лекарственному препарату совсем не случайно, ведь гематоген производится главным образом для детей. Его цель – сделать употребление того железа, которое в нем находится в достаточном количестве, приятным. Благодаря своему уникальному составу он способен предотвратить развитие анемии у ребенка и значительно активирует выработку необходимых красных кровяных телец. Также это вкусное лекарственное лакомство хорошо укрепляет иммунитет у ребенка. Иногда бывает так, что уже взрослые люди начинают отрицательно относиться к употреблению гематогена, узнав, из чего делают этот продукт. Но все это напрасно, ведь употребление этого вкусного лечебного продукта предупреждает появление опасного заболевания – малокровия. И отлично справляется с задачей поднятия гемоглобина в крови. Меня всегда восхищали люди, у которых много комнатных растений. У них хватает терпения, а самое главное – внимания и ответственности, чтобы ухаживать за ними ежедневно. Но есть определенный список цветов, которые обязательно должны находиться в вашем доме. И в следующем сюжете мы о нем расскажем. Большую часть нашего времени мы проводим в помещении. И, конечно, нам очень важно испытывать комфорт, независимо от местонахождения. Украсить и оздоровить уютный дом нам помогают всевозможные растения и цветы. Но, к сожалению, некоторые из них вредны. Для того, чтобы грамотно выбрать цветок, который не нанесет ущерб вашему здоровью и здоровью ваших близких, необходимо иметь хотя бы минимальное представление об их свойствах. Все мы изучали биологию и знаем, что растения поглощают углекислоту и выделяют кислород. Многие из них благоприятным образом влияют на наше психоэмоциональное состояние. Некоторые из них способствуют очищению воздуха и обладают бактерицидными свойствами. Согласно исследованиям ученых, наши зеленые друзья способны не только поглощать углекислый газ, но и поглощают из воздуха определенные химические образования, такие как бензол, ксилол и формальдегиды. Кроме того, имея в доме всего несколько растений, нетрудно создать у себя дома санаторный воздух. С полезными растениями вроде разобрались, но все-таки кратко опишем растения, которые пагубно влияют на домашнюю атмосферу. Итак, для домашних питомцев особо опасны цикламен, нарцисс, тюльпаны, безвременник и ландыши. Если вы уж очень сильно хотите иметь такой цветок, то поставьте его в укромное место, куда ваш любимец наверняка не доберется. Иметь красивый и уютный дом – желание каждой хозяйки. И это легко реализовать. Главное – ответственно подойти к выбору зеленых обитателей дома, которые не помешают, а наоборот помогут создать в доме благоприятную атмосферу. Аквариум сможет украсить ваш интерьер. Это ни для кого не является секретом. Однако, вместимость аквариума представляет собой большое количество воды. И менять эту самую воду довольно проблематично. Однако, нужно себя заставлять периодически поменять воду. И этой периодичности есть свои законы. В следующем сюжете мы расскажем, как часто нужно менять воду в аквариуме. Как часто надо менять воду в аквариуме? Запомните, что замена воды играет очень существенную роль в жизни ваших питомцев. И если вы будете делать это слишком часто или наоборот очень редко, то рыбки могут просто не выдержать и погибнуть спустя некоторое время. Поэтому, для того, чтобы узнать, когда именно необходимо менять воду, в вашем аквариуме надо обратиться к специалисту. Тем не менее, существуют общие правила. Во-первых, после первого запуска воды ее не рекомендуется менять на протяжении первых двух-трех месяцев, чтобы установилась равновесие. Затем, замена должна производиться примерно каждые 20-30 дней до 1,5 всего объема резервуара. Если у вас имеется качественный фильтр, а рыбок мало, то воду нужно менять еще реже. Если делать это часто, то питомцы могут пропросту погибнуть. И запомните, соблюдать все правила по уходу за рыбками необходимо с первых же минут после их покупки. Это убережет вас от множества проблем в будущем. Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Напоминаю, сегодня на календаре 10 июня среда, ровно половина недели. Мы приблизились к вожделенным выходным еще на один день. Среда – это очень интересный день, потому что именно после него мы несколько расслабляемся, ведь выходные так близко. Пожелаю всем сегодня отличного настроения и хорошей работоспособности, чтобы сегодня дела перешли из стадии начатых в стадию завершающихся. Всем отличного настроения, хорошей среды и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok